Приветствую вас, и есть несколько моментов, которые мне хотелось бы с вами обсудить и обратить на них внимание. Вы сказали, ну вы много раз написали, что ваша мама пила, и пила очень сильно, и вы ненавидите ее зато, что она своим репьянком и сбортила вам вашу жизнь. А давайте попробуем задаться вопросом, вопрос, который очень важный. Почему она пила? Что заставляло ее пить? Что толкнуло ее на этот путь? Понятно, что у нее хорошая жизнь, и она вела такую вот форму поведения. Что заставило ее пить? Что толкнуло? Понять мотивы человека, мотивы вашей мамы, поняв мотивы ее, вы перестанете ее ненавидеть. Поймете, почему она так делала, вам будет ясно, и вы перестанете постоянно противопоставлять себя ей, жить в прошлом, вспоминать то, что было, жалеть о чем-то и так далее. Первый момент. Это первый момент. Второй момент. Связан он вот с чем. Ваша апатия, нежелание делать что-то, желание стремиться к чему-то и так далее, по сути, негативизация окружающего мира, то есть, тотальное испытывание негатива окружающего мира. Происходит от того, что вы живете, по сути дела, там же, где и жили, то есть, ну вот, с мамой. И она, в силу привычки, в силу ассоциаций, в силу груза прошлого, не дает вам почувствовать себя свободно, почувствовать себя хозяйкой своей жизни. И это сейчас именно то, на чем вам нужно концентрировать свое внимание. На том, чтобы жить отдельно. Это ваша цель, жить отдельно. Вот, соответственно, нужно подумать, что для этого нужно, составить список задач и реализовывать последовательно эти задачи. Если потребуется, найдите работу, любую. Если потребуется, сделайте что-то еще, но начните жить отдельно. Это ваша цель. Пощебете отдельно, будете немного оторваны от мамы, почувствуете вкус жизни, поймете, что вы можете делать все, что вам хочется, тогда проснутся желание. Пока эти желания просто подавлены, или они будут подавлены до тех пор, пока ситуация не изменится. То есть, что вам жаль маму, понятно, маму действительно жаль, но вам нужно думать о себе. Ваша мама получила то, что она, к чему она шла, и то, как она сейчас живет, является результатом ее деятельности. Некрасчет или плохо, неважно, это факт. Вам нужно думать о себе. И пока вы еще можете, у вас есть время, момент нельзя упускать. Маме, если что, будете помогать материально, если потребуется, можно нанять, там, значит, няньку, гувернанку, чтобы она помогала ей. Но вам нужно быть один. Вот это ключевой момент. Потому что у вас есть, конечно, определенные проблемы. Проблемы с самооценкой, проблемы с гордостью, проблемы с самомнением. Все это понятно. Эта проблема и есть. Но они решаемы. Но решаемы они только при наличии благоприятной среды. Благоприятных предпосылок. Предпосылки эти являются вашей свободой. Если это не убрать, то любая беседа со специалистом, любая помощь, обернется для вас тем, что вы вернетесь к ИСОП. Вы со специалистом, допустим, поработаете, что-то для себя увидите, услышите, поймете. Вернетесь обратно, будет дышать с мамой и все будет как приятное. Для объективного осознания того, что с вами происходит, для того, чтобы отойти от привычного личностного восприятия окружающего, нужны условия. Думаю, вам, как творческому человеку, будет несложно это понять. Чтобы произошел процесс осмысления нового, требуется непринужденно создать себе давление в свободе. Именно об этом я вам изначально говорю. Чтобы вы имели что-то свое, свою жилплощадь и так далее. Это то, на что вам, на что сейчас вам нужно нацелиться. Речь даже не идет про именно квартиру отдела. Речь идет именно про площадь. Это может быть и комната. Но, естественно, ни в одном подъезде, ни в одном подъезде с вашей мамой. Я понимаю, что вам не хочется этого сейчас. Понимаю, что вам все равно. Но сделать это нужно через силу. Через силу. Это необходимо. Все остальное пройдет потом. И вот никогда, если вы это вот отобьетесь, это положит начало решению ваших всех проблем. Потому что ваша мама жила для себя всю жизнь. И вы имеете полное право жить для себя. Если вы хотите сделать ей что-то назло, живите для себя. Сейчас вы живете для нее, несмотря ни на что. И тем самым вы как бы подтверждаете все, что она думает о вас. Это неправильно. Это неправильно. Вы, если будете жить отдельно, ее влияние на вас ослабнет. И тогда вы сможете начать переосмысление самой себя. Поймете, что вы и не конченый человек, и что у вас есть еще будущее, и что лет вам немного, и что все у вас получится. Но это важно, то это важно и можно сделать только, если не будет главного раздражающего фактора. К сожалению, в важном случае по-другому нельзя. Слишком сильное давление со стороны сложившихся отношений, и слишком много привычек, ассоциаций и негатива. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока желаю вам удачи. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok